Трасса М60 БЛЯТЬ! От удара его новенькую машину занесло вправо на стричку, развернуло на 180 градусов и чуть не выкинуло в кювет. Сергей выкрутил руль и остановился посредине дороги, потом тихо подъехал к месту аварии, встал на обочине, включил аварийку. Машин вокруг не было. Впереди, прямо перед ним, темным пятном в пелене тумана лежал какой-то предмет. То ли камень, то ли мешок с чем-то тяжелым. Сергей несколько раз от души ударил кулаком по потолку салона над собой, выругавшись матом на этот сбитый хлам. Машину было чертовски жаль. Новая же еще. Была. Выбив плечом заклинившую дверь, он вышел из машины и сначала осмотрел свою тачку, каждую царапинку и вмятинку. Потом пошел посмотреть, что валяется впереди. Нагнулся, поднял край какой-то темно-зеленой хламиды и отшатнулся. Перед ним в неестественно вывернутой позе лежала грузная женщина и открытыми светлыми глазами смотрела в упор на Сергея. Эй, живая? Сергей нашел в себе силы присесть, поискать пульс сначала на руке, затем на шее чуть ниже уха. Потом встал и снова закрыл тело краем темного полотнища. Отошел от тела, наклонился над канавой и, упершись обеими ладонями в колене, глубоко часто задышал, пытаясь унять тошноту и сердцебиение. «Это статья! Статья!» Пронзительно зазвучало в голове. «Вот и все. Был Кравцов и нет Кравцова. Можно было подвести черту под всеми планами и мечтами». «Да какого хрена?» Мозг стал лихорадочно искать оправдания и пути решения проблем, но мешала нарастающая паника. «Я ехал по трассе за пределами населенных пунктов. В тумане. Знаков ни хрена не видно». Сергей специально стал рассуждать вслух, чтобы привести мысли в порядок и словно бы отвечал на вопросы инспекторов. «Ну, с какой я скоростью ехал? С какой? Я же медленно ехал. Или немедленно. Или недостаточно медленно. Время, время. Сколько сейчас?» «Так, 3.46. Вокруг лесной массив. Она выскочила неизвестно откуда. Из леса бежала? Еще это палатка какая-то. Или ткань. Или что это?» Сергей вернулся к телу. Сергей вернулся к телу. Снова присел, потрогал край хламиды, похожа на туристический тент. Рука, щупавшая материю, дрожала, а зубы стучали. Посмотреть снова на женщину Сергей не рискнул и отошел к своей машине. Сел за руль, положил на него обе руки, уронил на них голову, закрыл глаза. Реквиемом в голове завыл хор страха и безнадежности. Он выехал засветло из Хабаровска во Владивосток по трассе М60, чтобы успеть на день рождения Наташки. «Через две недели у них должна быть свадьба. Будет ли?» Движение в тумане предусматривает максимальное снижение скорости и запрет на обгоны. Скорость должна равняться ровно половине того расстояния, что вы способны разглядеть. Если видимость составляет 50 метров, то двигаться вам нужно со скоростью не более 25 километров в час. Запоздало, вспомнилось ему. Но он гнал. Он был убежден, что в это время на этом участке с ним ничего не может произойти. Этот кусок трассы был окружен глухим таежным массивом. С кольца от Хехцира он давно съехал, а ближайшая Владимировка была еще не скоро. Никто ничего не видел, камер здесь нет, и если просто оттянуть тело в канаву, то вполне возможно, что его даже не заподозрят в произошедшем. Ведь для всех он также во Владике. Кто знал, что он в Хабаре? Так. Ну ладно, предположим, несколько человек видели его, и на некоторых камерах он зафиксирован. Но ведь он может сказать, что выехал позднее произошедшего. Предположим, не в 3.20, а в 6.00. Это даст ему фору по времени, когда найдут тело и установят время смерти. Нужно убрать тело с дороги. Управляемый своим страхом, как зомби, Сергей вышел снова из машины, по пути одевая рабочие перчатки и поглядывая по сторонам. Тело было тяжелым, и Сергей просто перекатил его, подложив тот же самый тент, что так удачно накрыл женщину. Тащить тело на тенте было гораздо удобнее, и он стащил его с дороги по пологому склону в лесную ложбинку. Потом все дальше и дальше, ища удобное укромное место, и вдруг увидел глубокую выбоину в грунте. Образовавшуюся от вывернутых корней старой, поваленной ветром, мертвой березы, и потянул свою ношу туда. Втянул груз в природный склеп, завернул тентом, укрыл почти любовно со всех сторон, укрыл поваленным валежником, и озираясь, оглядываясь, словно зверь, который только что спрятал свою добычу, пошел обратно к дороге. Дойдя до своей мигающей аварийными огнями машины, он постоял, оперившись на нее, и глядя на то место, где раньше лежало тело, все в нем ныло, трепетало. На машине была разбита левая фара, чуть помят капот и левая дверь. И теперь нужно было исправить все это так, чтобы повреждения не казались именно с этой аварии. Он снова сел в машину, выключил аварийку, завел ее, развернулся на трассе и на минимальной скорости поехал во Владимировку. В голове его зрел план, как выйти сухим из воды. «Куда мы едем?» спросил позади него женский голос, и Кравцов резко затормозил. «Он же ехал один!» В переднем зеркале на него смотрели те самые светлые глаза, что он видел под тентом. Кравцов оглянулся. «Черт!» На заднем сидении явно сидела она, та самая сбитая им баба, которую он так долго и тяжело тащил и прятал в таежном валежнике. Вполне себе живая, хоть и помятая, а накуталась в грязный тент и пыталась поправить всклоченные от дорожной пыли волосы. «Не понял!» Всполошился Кравцов и даже немного обрадовался, что тропа как бы и нет. «Вы живы, что ли? А как вы?» И Кравцов рукой махнул в сторону леса, пытаясь понять, как смогла она так быстро переместиться из укрытия в салон машины. «Не бежала же она за ним следом!» «Или бежала?» «А я все там и лежу!» Женщина проследила глазами за движением руки Кравцова и поежилась. «Ты меня сбил машиной и бросил!» «Вы призрак, что ли?» Догадался Сергей и внутри у него похолодело. Она пожала плечами, откинулась на спинку и стала смотреть в стекло. «Домой хочу!» «Я домой шла!» «Вы дорогу перебегали?» «Нет, я по краю дороги шла! Домой!» «Я не видел, не заметил в тумане! Что теперь?» «Не хочу там лежать! Семья должна попрощаться со мной, похоронить по-человечески!» «Не могу я!» Покачал Сергей головой. «Поймите, не могу! Моя-то жизнь не закончилась! У меня Наташка! Она с ума сойдет, когда меня посадят!» Женщина вздохнула и промолчала. Сергей потер виски и глаза. «Все это какой-то бред! Призраков не бывает! У меня галлюцинация от стресса!» «Это пройдет!» Он включил зажигание, завел машину и тронулся с места. У самой Владимировки, не доезжая, Кравцов въехал в кусты, остановился, посмотрел на часы и вышел разведать обстановку. Потом вернулся, присел на сидение ждать 6.30 и все думал и думал о том, что его жизнь теперь поделена на две половины. До этой аварии и после. До он удачливый молодой человек, чуть за 30, перспективный менеджер среднего звена. Весельчак и душа компании, жених и положительный во всех отношениях человек. После преступник, отморозок, который не нашел в себе сил признаться в содеянном и теперь вынужден бежать, врать и скрываться. Призрак, сбитый, сидел все так же на заднем сидении, грустно подперев рукой щеку и смотрел на Сергея, словно читал его мысли. Туман уже рассеялся, и солнце поднималось с левой стороны сияющей пуговицей. В одном из крайних домов по левую руку Сергей заприметил снующих по участку хозяев и удобный дровяник или сарайчик, выступающий из-за забора к дороге. Крепкая старуха кормила кур и в полголоса переругивалась со стариком, который курил на крыльце и не спешил исполнять поручения жены. В сарайчик Сергей прямой наводкой въехал по касательной всей левой боковиной, как только сел за руль и втопил в газ. Сараюха обрушилась, подмяв под себя задний бампер и Сергей поспешно выполз из машины навстречу кричащим хозяевам. «Охренел!» Бросился к нему старик с вилами наперевес. «Я все выплачу, все выплачу, простите, люди добрые!» запричитал Сергей, всей грудью смело подставляя старику под вилы. «Руль заклинило, сколько вам за сарай отдать? Штук двадцать хватит?» Старик отложил вилы, а подошедшая старуха, уперев руки в бока, хмурясь ответила. «Ага, сейчас, тебе засунь свои двадцать знаешь куда, пятьдесят давай!» «Пятидесяти с собой нету!» Развел руками Сергей и тут же предложил. «Давайте тогда расписку напишу, что добровольно привезу пятьдесят в течение недели!» «Не нужна мне твоя расписка!» Зашумела старуха, а старик по-прежнему молчал, я, оперевшись на вилы, осматривал развалины бывшего сарая. На самом деле, сарай не стоил и двадцати, и, по правде говоря, давно просился на снос. Поэтому старик, изначально согласный на двадцатку, с интересом ждал развязки спора жены и чужака. «Мы можем вызвать ГИБДД, они составят акт. Потом будет страховая, экспертиза, ущерба, решение суда. И свои деньги вы получите не раньше, чем через год, и вряд ли это будет даже двадцать. В лучшем случае десять. А можем поступить так. Я напишу расписку на пятьдесят в двух экземплярах, где описываю все, что произошло вместе с указанием сведения о себе и паспортными данными. Вы подписываете свой экземпляр и мой. И для вас это будет гарантией, что я в течение пяти, не, даже трех недель привезу вам полстольника. А мой экземпляр расписки будет мне гарантией, что вы не запросите больше, не подадите на меня заявление в суд о Лиге БДД. Раньше времени. Зачем тебе это надо? Удивился старик. Да просто мне за границу скоро ехать, свадебное путешествие. Проблемы не нужны. Ну что, по рукам? Старики согласились. Сергей прошел вместе с ними на веранду, где написал на тетрадных листах подробно с часами и минутами. Сколько, сколько сейчас времени? Нарочито громко уточнил Сергей у хозяйки. Как в 6 утра выехал из Хабаровска, нигде не останавливаясь и не сворачивая, а у Владимировки роль перестал слушаться и его машину занесло на территорию вот этих граждан. Сумма ущерба гражданами озвучена, Сергей с ней полностью согласен, ну и далее как положено. Старуха, несмотря на то, что Сергей вписал в расписку все свои данные, сфотографировала телефоном его паспорт и права, а потом вышла во двор и щелкнула машину Сергея под завалом из досок и рек. Сергей бережно сложил свой экземпляр, сунул его в паспорт, а тот в нагрудный карман рубашки и обеспокоенным видом стал осматривать передний бампер машины. «Трындец в твоей машине-то!» Как-то злорадно произнесла старуха и щелкнула телефоном машину еще раз. Уже с переднего ракурса. Вся левая сторона переда была смята, искорежена и исцарапана. «А у вас тут автосервис есть?» «Тут-то? В нашей деревне-то?» «Нет, тут нету. Это в Переславку надо. Дальше по трассе». «А как же ты с неисправным рулем?» Забеспокоился старик. «Еще куда-нибудь врежешься?» «Ну а что делать, отец? Все равно ехать надо». Сергей еле-еле открыл дверцу, втиснулся в салон, а старик убрал с задней части обрушившиеся каркасные останки. Машина заскрипела и шумно, как жестяная развалюха, выкатилась к трассе. Сергей еще раз остановился, вышел, обошел кругом машину, оценивая масштабы разрушения. Ничего не осталось от той сверкающей лаком новой машины, в которую он садился ночью. Разбитая, пошарпанная колымага без левой фары и отваливающимся бампером. По переднему стеклу слева шла крупная трещина. У Сергея свело челюсть от злости и жалости. Он открыл заднюю дверь, с той стороны, где висела она и с каким-то внутренним откровением спросил, выделяя каждое слово. Вот скажи мне одно, какого ху... ты поперлась по трассе ночью в тумане? У него аж зубы заболели. Так хотелось вытащить эту особую и ткнуть ее мордой в разбитую бочину машины. Провести всей мордой как тряпкой по боку, чтоб видела, что натворила. Он стукнул открытой ладонью по корпусу. Дрянь, сука, разбила, исковеркала мне жизнь! Мысленно закричал он, и если бы это был не призрак, а сама виновница аварии во плоти, то убил бы нахрен тут же. Домой я шла, не успела сесть на рейсовый автобус, денег на такси не было, телефон разрядился, пешком шла. Атент! Подработку взяла, прошить просили. Не у кого было остаться в городе? Нет, нет у меня никого, да и дома ждали. Помолчали. Ладно, злость улетучилась, снова уступаем место страху. Поехали в Переяславку. Они вкатились в городок через полчаса, долго кружили по тихим улочкам, пока не отыскали под неприметной вывеской автомастерскую. Та была еще закрыта, и Сергей, стесняясь бабы в своей машине, зашел за угол отлить. Потом вернулся, прошелся вдоль здания, чтобы размять конечности, еще раз обошел машину со всех сторон, повздыхал. Заглянул под капот, на силу открыв его, и потом много раз пытался закрыть его и закрыл только с девятой попытки. «Ну вот если положить руку на сердце, ты же сама виновата», сказал Сергей бабе почти беззлобно. «Та пожала плечами, не все ли равно теперь», значил ее жест. Сергей присел за руль, посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Показался себе каким-то больным, посеревшим, темные тени лежали под глазами, а виски почему-то отливали проседью. «Это все шок и стресс», поставил себе диагноз Сергей. Он попытался вызвонить эвакуатор, но не дозвонился, посмотрел на часы, было семь утра. Вылез снова, решил пройтись по улицам в поисках круглосуточного магазина или кафешки. «Пойдешь?» спросил он у призрака, скорее из вежливости, чем от желания компании, и когда тот или та печально покачал головой, молча вынул ключи из зажигания, заблокировал дверцы, захлопнул их и поставил машину на сигнализацию. Прошелся по улицам, чтобы не сидеть на одном месте. В голове крутилась только сцена аварии и то, как он прятал тело. «Глупо как-то», сказал сам себе Кравцов, имея в виду, что неумело поступил с трупом. Сноровки не было, опыта. «Ну а что, если на этот замотанный в тенте труп наткнуться сегодня же грибники или собачники?» Он скосил глаза влево. Она шла рядом, как тень, бесшумно, печально. Семенила, неся в руках тент, сложенный в несколько раз. Волосы ее были зачесаны в хвост, а дорожная пыль исчезала с прядей и с одежды. «И что, теперь постоянно будешь рядом?» спросил Сергей у нее. «Так не от меня зависит, от тебя», ответила та. «Это типа мистик какой-то». «Нет, я тут ни при чем, я и сама хочу, чтобы меня оставили в покое. Нашли бы и похоронили. На тебя-то я не сержусь, сразу же простила». Сергей развернулся и пошел к машине, ускоряя шаг и не оглядываясь. А у машины он сразу увидел ее внутри. Она не покидала машины, она сидела в ней и ждала его все это время. «С ума схожу», понял Сергей и сел за руль. «Черту ждать, по трассе что-нибудь придумаю». Казанул, выкрутил руль, развернулся и выехал со стоянки в сторону Уссури. Сначала они ехали мимо лугов, мимо поселка Хор, потом были снова леса и луга, село Кондратьевка, потом снова леса и поля и деревня Дормидонтовка. Впереди лежал город покрупнее, Вяземский. И по времени они как раз успевали к открытию автосервиса. Всю дорогу Сергей поглядывал в зеркало на пассажирку. Ей было на вид лет 45-50. Полная, широкая, высокая женщина с простоватым, открытым, но довольно милым лицом, усеянным морщинками и веснушками. «Где ваш дом?» спросил Сергей у зеркала, глазами ища собеседницу по ту сторону и снова уважительно переходя на «вы». «Уже проехали!» махнула она рукой назад. «Семья есть?» снова спросил Сергей зачем-то с сочувствием. И она всхлипнула, наклонила голову, зажала ладошкой рот, заплакала беззвучно. У Сергея дрогнуло сердце, по-человечески стало ее жаль. Впервые он подумал о ней не как о своей проблеме, а как о человеке, лишившемся всего одним махом. У нее, может, дети есть, которые ее ждут, а она к ним уже никогда не придет. И Сергей представил себе ее детей в таких же круглолицах и веснушчатых. Спросить о детях он уже не посмел. И оставшуюся дорогу молча думал о Наташе и сможет ли теперь смотреть ей в глаза. Интересно, в разговоре с людьми он сможет, не отводя глаз, говорить о честности и морали, рассуждать о правде или смелости. Наверное, уже нет. Ему теперь придется людей сторониться, бояться, скрываться, вечно придерживаться своего алиби, искать лазейки, чтобы любой ценой избежать наказания. Ему суждено замкнуться в себе, стать нелюдимым, хмурым и меланхоличным, мучиться виной и бесконечными оправданиями себя. Отравлять существование себе и всем окружающим. Сопьется ли он? Возможно. Потеряет ли Наташу? Наверняка. А она, его сегодняшняя спутница, будет лежать в корнях мертвого дерева и гнить, истекая плотью в мох, смешиваясь с тканями леса, чтобы однажды когда-нибудь в истылевших остатках брезента под валежником кто-то наткнулся на кости. И она же будет вечно с ним рядом. Неотступна, как его тень. И будет плакать и проситься к родным и напоминать о себе и его преступления. Будет единственным его спутником и собеседником. И родные его будут в постоянном ожидании в нескончаемых розысках мучаться от тайны ее исчезновения. Выплачут все слезы и не отстанут от следователей. Ищите ее! Не могла вот так она исчезнуть, ничего не сказав. Она нас любила, всегда была на связи, всегда возвращалась домой. И следаки будут искать, искайте, когда-нибудь свяжут найденные кости и его поездку в единую картину. Вяземский Кравцов въехал уже мрачнее тучи. Автосервис был у самой трассы и Сергей подогнал разбитое авто к самым воротам. Было, начало девятого и автосервис вовсю работал. Слесарь, вышедший к Сергею, присвистнул, оглядев машину. Из аварии? Где так? Спросил он Сергея, вытирая руки от солидола ветошью. Из аварии. Как-то вело сказал Сергей, выходя из машины. Он уже не уверен был, стоит ли ремонтировать машину. Апатия навалилась на него и словно связала язык. Срочно хотелось разрубить этот затягивающийся на нем узел из лжи и страха. Вот что, полиция у вас тут далеко? Или даже лучше так, вызови их сюда, я человека сбил на трассе и бросил. Автослесарь изменился в лице, посмотрел на Сергея внимательно, достал мобильник из кармана спецовки и стал набирать номер. Сергей же смотрел на женщину, сидевшую на заднем сидении авто. Она по-детски доверчиво смотрела на него и прижимала к себе сложенный тент. Ничего в эту минуту не было ему жаль, ни себя, ни машину, ни своего с Наташей будущего, только ее. Вот эту веснушчатую попутницу, с которой его навеки связало роковое стечение обстоятельств. Сейчас подъедут, сказал Сергею слесарь и остался стоять с ним. Подъехали достаточно быстро и Сергей сразу обстоятельно и точно рассказал правду. И она стояла напротив, почти рядом, чуть позади следователя и улыбалась Кравцову. Знала, что она не останется в лесу. Сегодня же ее найдут, бережно вынесут на носилках в газель криминалистов, позвонят родным, и не пройдет неделя, как она будет оплакана и отпущена в иной мир. Ее душе будет свободна и больше не нужно будет тянуться за этим мечущимся, страдающим человеком. Можно мне невесте позвонить? Спросил Кравцов у следователя в машине, пока тот подписывал показания. Позвоните! Говорит тот и Сергей набирает Наташу. Сереженька, Сергунька, ты скоро подъедешь! Нежно и весело щебечет Наташа из другой, далекой теперь для Сергея жизни. И Сергей не хочет ее прерывать. Хочется погрузиться в ее голос, как в море и утонуть в нем. Наташ, я не приеду, я человека сбил на трассе, насмерть. Кравцову хочется плакать. Он зажимает пальцами слезные каналы на глазах. Не сметь, не сметь, приказывает он себе мысленно. Как это произошло? Тихо ошарашенно спрашивает Наташа. Где ты? Я сейчас приеду к тебе. Наташ, я тебе все тут расскажу. Захвати 50 тысяч, что я откладывал на путешествие. Я тут старикам еще сарай снес, денег обещал, и поезжай в полицию Вяземского. Ты знаешь сторону Хабаровска, по трассе М60, будь осторожнее. Сейчас буду, говорит Наташка, и Кравцов слышит звук отбоя. Выключает телефон, в душе гаснета стервенилась страха. Впервые Сергею не тяжело смотреть в ее глаза, и он видит, что они василькового цвета, в тон ее платья. Она сидит рядом с Сергеем, смотрит на него спокойная, умиротворенная, готовая двинуться в обратный путь к своему бренному брушенному телу. К своему телу, и к его прикопанной там же душе, которую он чуть было не бросил гнить. Честно говоря, друзья, Сергей поступил по-мужски. Сознался, и старикам деньги скорее всего отвез, точнее отвезла его жена, если быть точным. Но блин, очень грустная история. Вот и эта дама, конечно, которую он сбил, вот хочу как водитель сказать, то, что ходить ночью без фликеров, еще и блин, в тумане нужно, не знаю, там, максимально далеко от дороги, потому что действительно иногда вообще не видно. Но и соблюдать скорость, конечно же, тоже всегда нужно. Правило есть правило. А мы на этом с вами, как и всегда, не прощаемся, услышимся в следующей интересной истории.